25-мм 4-ствольная зенитная самоходная установка Седам-25 разработана компанией Отто Бреда по заказу итальянской армии и предназначена для борьбы с низколетящими целями. Базой для ЗСУ Седам-25 послужил американский бронетранспортер М113, доведенный до уровня М113А2, на которой установлена башня кругового вращения. Башня ЗСУ Седам-25 выполнена методом сварки из алюминиевой брони и обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и мин малого калибра. Ее вес составляет 3 тонны. Вращение башни в горизонтальной плоскости и наведение пушек в вертикальной плоскости осуществляется с помощью скоростных электрических приводов, которые дублируются ручными механизмами на случай выхода основных из строя. Помимо двигателя привода башни и вооружения в башенной корзине, расположены коробки с боекомплектом, аппаратура управления вооружением, баллистический вычислитель, лазерный и оптический прицелы, телевизионная система наблюдения, аппаратура опознавания свой-чужой и запасной прицел. Основное вооружение ЗСУ Седам-25 состоит из четырех 25-мм автоматических пушек «Эрликон КБА», установленных попарно одна над другой с двух сторон башни кругового вращения. Общая скорострельность составляет 2400 выстрелов в минуту, 600 выстрелов в минуту на ствол. В состав боекомплекта входят 600 фугасно-зажибительных трассирующих выстрелов, хватает на 8 двухсекундных залпов и 30 бронебойных трассирующих выстрелов с отделяющимся поддоном для стрельбы по наземным целям. Дальность стрельбы достигает 2500 метров. Наводчик имеет возможность переключать режимы стрельбы с одиночных выстрелов на очереди по 15 или 25 выстрелов. Две пушки имеют одну ленточную систему питания, две другие – двухленточную. Огонь открывается при нажатии спусковой педали. В распоряжении наводчика зенитной установки имеется комбинированный прицел с дневным и телевизионным каналами, который автоматически сопровождает выбранную цель. Система управления огнем включает в себя лазерный дальномер, который обеспечивает данными цифровой баллистический вычислитель. Тот, в свою очередь, выдает информацию о воздушных целях команды на наведение пушек и открытие огня. Кроме того, машина оборудована системой идентификации свой-чужой и тепловизором, который присоединяется к оптико-электронному прицелу и в сочетании с пассивным инфракрасным прицелом с дневным и ночным каналами, позволяет вести огонь в ночное время и в неблагоприятных погодных условиях. Прицелы смонтированы один над другим по центру нижней части башни. ЗСУ Седам-25 может получать информацию о целях от внешнего источника через систему целеуказания ТАЦ. Машина оснащается внутренней навигационной системой. Экипаж Седам-25 состоит из трех человек. Командир машины располагается в кормовой части корпуса, рабочее место наводчика находится в башне и оборудовано индивидуальным люком, а механик-водитель сидит в передней части слева, как в обычных бронетранспортерах семейства М113. В качестве силовой установки Седам-25 оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем фирмы Detroit Diesel, который обеспечивает движение по дорогам с твердым покрытием с максимальной скоростью 64 км в час. Двигатель оснащен усовершенствованной системой охлаждения, которая позволила продлить безаварийный срок его эксплуатации. Для улучшения динамики езды по пересеченной местности на ЗСУ применены торсионные валы. Для успокоения вибрации при первых, вторых и последних опорных катках имеются гидравлические амортизаторы. Седам-25 состоит на вооружении только итальянской армии. Спасибо за просмотр. Оставьте любой комментарий по поводу этой установки.